Всем привет с берегов Северного моря! Продолжается второй день в этом уютном и очень интересном городе. Одлбрен называется. Береговая линия. Я снимала вчера, 19 сентября, первый день нашего пребывания здесь. И показала небольшой котич, который мы сняли на время своего отдыха здесь, на берегу Северного моря. Это другое графство. Графство называется Сафак, соседнее с Нофаком, где мы живём. И утром я решила сделать такую утреннюю прогулку вдоль моря. С левой стороны остаётся море. А если говорить о периоде, то поселение здесь было где-то создано приблизительно 1086 год. Это было не очень такое важное место, но упоминания о нём идут в то отдалённое время. И вот позже, где-то в 15 веке, это становится место уже более важное. В основном из-за того, что развивается промышленность такая, как кораблестроение. И потом, только в 19 веке, это место становится по-настоящему популярным, но уже не связано с рыбой, с рыбой, ловлей рыбы, как многие прибрежные города или кораблестроением, а исключительно как курорт. Вот видите, своеобразные цвета, голубые, сиреневые. О каких только цветах можно подумать, вы всегда найдёте в английских прибрежных городах. Каждый дом интересен по-своему. И сейчас вот я вижу здесь небольшие кораблики с левой стороны. Хочу подняться с флагами. Вот такой очень морской пейзаж или вид. Конечно, не пейзаж, это вид. Здесь уже рыбаки вовсю занимаются своей работой. По-моему, что-то там они уже наловили. В сетках что-то у них уже есть. И вот ещё раз на береговую линию домики вдоль береговой линии. А вдоль береговой полосы стоят вот такие маленькие магазинчики, рыбные киосочки, как назвать. И они продают свежую рыбу, крабов и много чего другого. А это улица, которая непосредственно идёт параллельно той улице, по которой я шла. Но как бы, как объяснить, здесь немножко сложновато в таких городах. То есть вот улица параллельно идёт дорога береговой полосе, морю. Здесь такие небольшие площадки оставлены как бы для парковки. А здания, сами дома идут как бы немного в стороне. Переходят в такие маленькие улочки, по которым очень интересно бродить. То есть как бы здесь три улицы сливаются, потом в одну, потом где-то они расходятся. Ну, если хочешь вот снять какую-то одну улицу в таком небольшом месте, не совсем может быть и легко это сделать. Вот по той причине, что какого-то такого параллельного расположения нельзя найти. Вот видите, как интересно сочетание цветов, то, о чём я говорила. Здесь розовое здание, потом голубой дом, а здесь сочетание нескольких тонов жёлтого, ещё один голубой. То есть интересно, мне вот это нравится. Какая-то вот такая вот своеобразная атмосфера. И сейчас очень утро, такое раннее, поэтому мало движения, мало гуляния. Хотя я уже видела людей прогуливающихся. То есть вот где-то там улица эта сливается с ещё одной улицей. Здесь же можно выйти к морю налево пойти. Так вот, я ищу кооператив, то есть мне надо сейчас будет вернуться на центральную улицу, чтобы для завтрака купить молоко и кое-что ещё. Я сейчас стою на улице Хай-стрит, центральная. Вы видите, улица широкая для такого старинного места, как вот этот город. И сейчас я попытаюсь найти этот магазин, который должен быть уже открыт. Кстати, вчера всё было закрыто в связи с событиями похороны королевы Елизаветы. Несколько только мест оставались открытыми. И мы пошли поужинали рядом с нами. Два дорогих очень отеля. Но рестораны там работали. В одном месте ресторан работал. И мы, значит, посидели там, поели. Приятное было место дорогое. Сегодня должны будут в основном все магазины, рестораны, пабы быть открыты. Но вот вчера многие повесили объявление на двери из-за уважения. То, значит, мы сегодня не работаем. А сегодня у нас очень такой солнечный, приятный день начинается. И вот такая вот утренняя прогулочка. Я могу идти даже посередине вот этой широкой дороги. Почти нет машин. Ещё только все просыпаются. Вот такой город, где мы собираемся провести несколько дней у моря. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова